приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы продолжим тему случайности совсем недавно я снял два сюжета если ты случайно попал в психушку что делать если ты случайно женился тоже что делать и там были комментарии ну типа приколы что блин вся жизнь случайность если случайно женился случайно родился ребенок друзья знаете в чем ирония судьбы и самый смех у может быть даже не смеха а некоторые комедия в том что если убрать тех людей которые родились случайно я не знаю планета опустеет в россии точно опустеет потому что по практике общения с огромным количеством людей там камрадов даже просто сторонних далеких а там до людей я примерно думаю что процентов 70 80 населения это случайно родившиеся дети ну так получилось да уже потом подбирается база что ну на самом-то деле не случайно мы в общем-то были не против и олень такой тоже да 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 я тоже был не против он не то чтобы был не против он не ожидал он не был не против не за короче говоря он не ожидал так вот это действительно в основном как бы способ прихода в эту жизнь людей случайное рождение поэтому разберем сегодня что делать если у тебя случайно там родился туго серия какой-то разберем основные ошибки мужчин в этой области по поводу случайного рождения так вот друзья давайте сразу делал ошибка первая она наверное самое основное у меня такого не будет моя не такая моя ну хотя бы даже не такая с той точки зрения что она не будет эту случайность подстраивать я уж не говорю что случайно родится Нет, ну вот моя не будет случайно подстраивать, моя не будет вешать чужого на меня, я не буду воспитывать Васгеновича и так далее, не получится, все, вот у меня такого точно не получится. Друзья, поверьте, у основной массы из тех, у кого это получилось, ну даже не у основной массы, а у всех, если бы на этапе знакомства с девушкой, с женщиной, его бы спросили, что ну у тебя там может такое получиться, даже из тех, кто потом признал, что у него это получилось, нет, поверьте. Они все считали, что у них такого не получится, то есть есть огромное количество людей, которые поняли, что у них это получилось, но когда-то они считали, что невозможно, а есть огромное количество, еще больше, тех, которые не знают, что у них это получилось, ну я имею ввиду, например, там от Васгена какой-нибудь, Васгеновича родился, то есть когда не просто от вас случайно, точнее подделано случайно, а еще и не от вас. Так вот, это первая ошибка. Я вне игры. У меня такого не будет, меня этот вопрос не касается. Друзья, очень наивно. Глупость полнейшая, которая вообще исключает какое-то противодействие этому явлению. Потому что у вас все хорошо. Хорошо. Дальше. Вторая ошибка, очень большая. Назовем ее отсутствие объективности при оценке обстоятельств. Смотрите, очень хорошо, кстати, вот если бы писали диссертацию докторскую, кандидатскую хотя бы докторскую, то вы бы понимали сейчас, о чем я говорю, так конкретней. Но смотрите, очень часто мужчины делают выводы, которых в общем-то нет на самом деле. Некая женщина, возьмем ситуацию, некая женщина говорит, что я от тебя беременна, к примеру. И, ну, самый такой дебильный вариант, мужчина говорит, блин, она от меня беременна. Встречая друга какого-нибудь, друг спрашивает, ты что такой мрачный? Залетела. Моя залетела. Друзья, факт заключается в том, оценивайте только факты. Факт заключается в том, что некая женщина утверждает, что она беременна от вас. Все. Больше здесь ничего нет. Усугубим ситуацию. Вы можете даже со второй частью не очень согласиться. Сказать, что это какое-то глобальное недоверие, вообще недоверие всему, что в мире творится. Но, тем не менее, это всего лишь объективность. Некая женщина утверждает, что беременна от вас. Дальше. Она родила. Вы делаете ДНК-экспертизу. Соответственно, экспертиза показывает, что вы отец. Опять же, встреча с другом, почему-то такой мрачный. Я отец. Друзья, знаете, объективно, что произошло? Объективно, некая женщина утверждает, что беременна от вас. И экспертиза показала, что некий ребенок генетически ваш. Все. Больше не произошло ничего. Говорит, что я отец? Нет, друзья. Из чего сие следует? Я вам больше скажу. Из этого не следует не только ваше отцовство. Из этого даже не следует ее материнство. Вы видели роды конкретно этого ребенка? Нет. Все. Все. Вы могли видеть беременную женщину. Потом вы видите женщину с ребенком. Из чего следует, что это тот ребенок, которым она была беременна? Ничего. Это ваше обобщение. Так вот, друзья, если бы вы писали диссертацию, вы бы на первых порах работы с научным руководителем взвыли бы, откровенно, взвыли бы вот именно от этих требований объективности. То есть малейший вывод, который вы делаете, малейший, он должен прям вот четко-четко быть доказанным. Прям никак иначе. Просто сказать А плюс Б равно С? Нет, не равно. Вы должны показать, почему равно. А плюс Б на самом деле это А и Б. Все. А это совсем не обязательно С. И бывают ситуации, порой в жизни, когда, ну, очевиднейшим образом вам кажется, что А плюс Б дает С. А по факту не дает. И если вы попадете на хорошего, скажем так, ученого по вашей тематике, он вам скажет, смотри, что такое С. И вы увидите, что в С нету ни А, ни Б. Возможно, С это Е плюс Д. Оно дает С. А А и Б это вообще вещи не связаны. То есть вот эта объективность, да, по-первых, просто голова кипит, когда вас начинают учить обосновывать ваши выводы. Что это не объективно, это субъективная точка зрения и так далее. С ума сойти можно. Но когда овладеваешь этим инструментарием, то понимаешь, что да, действительно, инструментарий ценный. И понимаешь, что в жизни допускал огромное количество иллюзий, делая вот эти выводы необоснованные. Поэтому это вторая основная ошибка – делать выводы, что как вам говорят, так и есть. Дальше. Третья ошибка. Допустим, мужчина воспитывает не своего ребенка. Такое бывает, да. Статистика на этот счет, она очень разная. Подсовывают не своего, он не знает. Но ведь, друзья, это же значит, что такое же количество мужчин, такое же количество, как и то, которым подсунули не своего, вообще освобождены от отцовства. Вы никогда не задумывались, почему одному подсовывают, а от другого, ну, другого освобождают, скажем так. Сколько мужчин воспитывают не своих, столько же мужчин не воспитывает своих. Почему? Почему именно вам подсовывают, а не хотя бы не отцу, реальному отцу, не другому кому-то подсовывают. Но самое главное, что реального отца, по которому доказать намного больше шансов, по крайней мере, через суд доказать. Почему? Тут многие сейчас скажут, потому что более выгодный олень. Потому что какой-то реальный отец, он там, у него последние портки и те дырявые, а вот здесь выгодный олень. Нет, друзья, абсолютно не в этом дело. Вы не более выгодный олень. Вы никогда не задумывались, почему, допустим, сидит бомж, или не обязательно бомж, какой-нибудь алканавт, и думает, блин, где бы на бутылочку мне сейчас набрать, где бы мне денежку достать на бутылочку и на закусе. И он идёт, выявляет какие-нибудь провода, которые не очень-то под напряжением, где-нибудь в глухой местности срезает их, несёт в утиль, сдаёт и покупает себе бутылочку. Почему он не идёт грабить банк сразу же? Более ресурсный вариант. Вы никогда не сдадите столько металла, сколько денег лежит в хранилище банка. Более ресурсный вариант пойти грабить банк. Но почему он идёт за металлом? И там, и там криминал. То есть, в плане, что где-то там закона нет. Он идёт на криминал. Доступность, друзья, доступность. Поэтому, когда вам что-либо подсовывают, это не потому, что вы более ресурсный. Потому что вы более перспективный, более виктивный. Вы более перспективный в плане вас развести. А теперь смотрите, если вернуться к второй ошибке. Третья ошибка заключается в том, что не из-за ресурсности оленя ему подсовывают. Если вернуться ко второй ошибке, к объективности. Как вы думаете, мужчина, который мыслит вот такими категориями в рамках объективности, что каждая вещь должна быть доказана. Каждая. Не только отцовство, но даже материнство должно быть доказано. Как вы думаете, он виктивный олень? Он повышает или снижает шансы на то, что ему подсунут? Друзья, если он вот таким образом требует доказательств, он логически осмысляет любое утверждение, раскладывает, анализирует, смотрит. Он повышает свой шанс, что скорее даже подсунут его, тугосерят кому-то ещё. Что он будет как раз в числе тех, которых освобождают, а не тех, кому подсовывают чужих. Ещё раз. Сколько подсунуто, столько же освобождено. Простая арифметика. Кто-то же является реальным отцом. Так вот. Вы будете скорее хранилище банка. И да, зачастую тот, кто идёт на криминал, не зачастую, а собственно всегда, он отказывается от 99,9% куша, только потому, что вот этот меньший куш, он более доступен. А тот менее доступен. Хотя, пожалуйста, вон, хранилище банка, ещё раз говорю. Также и с более ресурсным оленем. Да, у вас есть деньги. Да, в случае, если вас разведут, деньги будут хорошие. Но попробуй разведи. Вы хранилище банка. Скорее пойдут провода резать. Скорее пойдут какого-нибудь искать. Да, от меня, но теперь я как настоящий мужчина должен пойти в ЗАГС. О, хорош. Даже если его зарплата намного меньше, это провода. Их можно срезать. Четвёртая ошибка. Это соблюдение фабулы. Это соблюдение последовательности действий. То есть, допустим, некая женщина, опять же вернёмся к ситуации, утверждает, что беременна от вас. И вы, соответственно, думаете, ага, значит, что сейчас? Сейчас я говорю, что не факт, что от меня. Дальше, как только родится ДНК-экспертиза. Дальше, если там покажет, что я буду судиться, буду снижать алименты. Друзья, дело в том, что вот это выдерживание фабулы, то есть первое, второе, третье, оно чревато. Да, проблемы нужно решать по мере их возникновения. Согласен. Но всё-таки вы понимаете, что если всё-таки экспертиза докажет, то на решение проблем, которые у вас возникнут, у вас может быть критически мало времени. Вам нужно готовиться заранее. То есть вы должны понимать, что да, не доказано, но если будет доказано, то желательно, чтобы у вас уже было что-то. Уменьшены потенциальные алименты. Вы уже должны проработать эту ситуацию. Может быть, с юристом проконсультироваться. Уменьшены алименты. Либо алиментная иммиграция. Вы поймите, что алиментная иммиграция, как любая иммиграция, это дело не быстрое. То есть уехать вообще из страны, допустим, переехать, чтобы не быть рабом там на лет садь. Так вот, вы должны это готовить. То есть это всё должно делаться параллельно. С одной стороны. С другой стороны, у вас же это такой образ мышления и застрахует от многих-многих конфузов, скажем так. Представляете, если вы в принципе продумываете вот таким образом, что если сейчас вот она говорит, что от вас беременна, то вы начинаете в том числе готовить почву под алиментную иммиграцию. Как вы думаете, при таком образе мышления с вами прокатит какая-нибудь тема под пару баночек пива из серии «давай попробуем без резинки». В принципе, если вы понимаете, что даже маленькое действие влечёт последствия значительные в виде подготовки каких-то серьёзных телодвижений, вы будете увеличивать шанс, просто вот так по глупости увеличивать шанс на то, что вам сейчас придётся работать, например, над алиментной иммиграцией. То есть какой, в общем-то, у вас будет шанс залёта и, соответственно, какой смысл утверждения вашей там пассии, что это именно ваш тугасерий, если она прекрасно будет понимать, что вы контролировали всё. Вы контролировали, вы в принципе всё по жизни контролируете, и сейчас после этого утверждения будет очень детальный анализ. Скажем так, вы сразу ничего делать не будете. Будет и ДНК, будет и юрист, будет и снижение алиментов, и алиментная иммиграция. То есть какой ей смысл вообще, в принципе, начинать вас разрабатывать, когда она видит, что перед ней, в общем-то, не олень. Человек, который говорит, что нет-нет-нет, давай разберёмся. Соответственно, вам и предложение этой серии «Давай попробуем без резинки» вряд ли поступит. Зачем? Чтобы потом манипулировать, это будет довольно сложно и долго. Ну и плюс вы его не примете, если таковое поступит. Потому что будете понимать, что дело серьёзное. И дальше, пятая, последняя ошибка, это так называемая мораль. Когда вам навязывают некую мораль. От тебя, тугосеря, ты должен пойти в ЗАГС. Самое частое явление. Так вот, с таким же успехом, вы поймите, что к морали это не имеет никакого отношения. К понятиям добра и зла это не имеет никакого отношения. С таким же успехом вы можете женщине сказать, что ты от меня беременна, теперь ты мне должна по гроб жизни выплачивать иную сумму каждый месяц. Поверьте, друзья, в ваших словах правда и истины будет ровно столько же, сколько в её. Она просто говорит, что вы должны теперь на неё работать, соответственно, закабалиться. Вы говорите, что она должна закабалиться. Правда будет абсолютно столько же, то бишь нисколько. Ваши слова будут равнозначны. То, что вам при этом говорят, что вот правильный, хороший мужчина, он обязательно пойдёт в ЗАГС, если уж вот такое случилось. Это из серии, что я просто подойду к прохожему, скажу, а ты вчера обедал? Он скажет, обедал. Это факт. Ну, теперь ты должен мне 1000 рублей. Он скажет, почему? Ну, как, ты же обедал? То есть, не связанные абсолютно факты. Ну, ты же обедал вчера, вот должен 1000 рублей. Он скажет, не дам. А, ну, так ты аморальный человек. Вот, пообедал, теперь изволь. А что ж ты, как говорится, любишь кататься, но не любишь саночки возить, да, пообедал, а ты еще мне не отдаешь? Вот так вас разводят. В этом нет никакой морали. Из А в данном случае абсолютно не следует Б. То есть, берётся желание тётки просто паразитировать на вас, и она возводит его в рамк морали, что если ты не хочешь, чтобы она тебя паразитировала, это аморально. Вот, настоящий мужчина пошёл бы в ЗАГС. Ещё раз повторюсь, можете ей таким же образом сказать, что, что ценнее, ребёнок или квартира? Он скажет, ребёнок, допустим, она будет хорошенько у себя играть. Не значит, что она так считает. Ну вот, ребёнок у тебя есть, отдай мне квартиру. Почему? Ну как почему? Ты же не аморально, ты же настоящая женщина. Ты же не хочешь себя аморально вести. Вот, мне нужна квартира. Поверьте, ваши слова не более бредовы, чем её. Они не имеют под собой ничего, как и её. Никакой морали отношения тут нету. Это всё так или иначе аморально. Это попытка решить свои вопросы за чужой счёт, не имея на то никаких прав. Вот и всё. Поэтому, друзья, когда вам будут говорить, что теперь ты должен, вы ничего не должны. У вас есть законодательно определённая процедура, как это дело обжаловать, там, оспаривать отцовство, если уж оно случилось. И ничего больше вы не должны. У неё своя жизнь, у вас своя. Она тоже думала, когда, как говорится, пробовала без резинки. Вот, собственно, и всё. Вы не становитесь должны. Уж тем более, ничего сверх того, что из вас и так система вышибет. И поверьте, система вышибет с вас больше, чем вы должны по морали. Намного больше. То есть, вы понимаете, обычно же навязывается мысль, что как бы это минимум, а вы должны сверху. Нет, друзья, система матриархальна. Система сейчас занимается геноцидом мужчины. Поэтому всё, что может из вас выбить система, допустим, вы не идёте в ЗАГС, признали отцовство, вы снизили алименты, или там, в алиментную миграцию, но это не выбило, ладно, снизили алименты и так далее. То, что только выбила система, поверьте, это процентов 500, минимум, того, что с вас полагается. Потому что даже маленькие алименты вы, скорее всего, будете платить на детей, которые по факту не ваши, вы их не воспитываете, их воспитывают там в Азген, Ашот, Камшот и Мага и так далее. Короче говоря, считать, что система недостаточно из вас вышибет и давать что-то сверху, это идиотизм из идиотизмов. Система из вас вышибет намного больше, чем, в общем-то, скажем так, по справедливости полагалось бы. Поэтому буду ещё сверх помогать, ну, вы олень сахатый просто. Вот эта вот тема, я буду помогать, там всё нормально. Нет, не всё нормально, ты рогами звёзды сшибаешь. А я потом иду ночью и смотрю, а где звёзды? Вроде облаков нету и звёзд нету. Это ты всё посшибал. Вот, это какой-то сахатый прошёл и сбил звёзды с неба. Поэтому это ненормально. Звёзды красивы на небе. Поэтому не занимайтесь вот такой ерундой. Ну, вот, друзья, это пять основных ошибок. Если, да, у вас случайно родился тугосерия или же вам говорят, что тугосерий родился, поэтому поменьше, уши подставляйте под лапшу и, в принципе, всё будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok